Книга пророка Иеремии, глава одиннадцатая Слово, которое было к Иеремии от Господа. Слушайте слова завета сего, и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажи им, так говорит Господь, Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, Слушайтесь голоса моего, и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, Аминь, Господи. И сказал мне Господь, провозгласи все эти слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи, слушайте слова завета сего и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до сего дня. Увещевал их с раннего утра, говоря, слушайтесь голоса моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете всем, которые я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям правоцов своих, которые отреклись слушаться слов моих и пошли во след чужих богов, служа им. «Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так, говорит Господь, вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кодят, но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения в Аалу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства, и священное мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Зеленеющую маслиною, красующиеся приятными плодами, именовал тебя Господь, а ныне при шуме сильного смятения Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя и изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением в Аалу. Господь открыл мне, и я знаю, Ты показал мне деяния их, а я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтоб и имя его более не упоминалось. Но, Господи Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе вверил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души Твоей и говорящих, не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть Тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саваоф, вот я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо я на виду бедствия на мужей Анафофа в год посещения их.